А половина того, что течёт, половина была вот этой воды. Вот вода была по уровню почти трубы, до верха. Сейчас вот, вот насколько она ушла водой. И с каждым годом всё мелеет, 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 забивает всякой тиной. В селе Весёлое никому не весело. Река Алым, она проходит через всё село, сильно обмелела. Когда-то воды здесь было по пояс, а теперь растёт трава. Речка была вот до сих. То есть года за два, за три она измельчалась. Сейчас её можно перейти, ну здесь вообще вода везде по щиколотку. Вот куда, по мнению жителей, делась вся вода. Агроферма Трио поливает поля картофеля, свёклы и сои. В огромной установке воду из реки подают вот эти насосы. Работает она здесь и днём, и ночью. То есть вот там, чуть подальше сейчас снимем, там будут установки, которые поливают круглосуточно. Стревоженные жители обратились к экологам, а те в свою очередь в прокуратуру. Там выяснили, насосов в этом месте и правда слишком много. В одном месте нами было установлено, что имеется три насосных станции. Это в 11,5 километрах от устья реки Олым. В то время как, согласно решению управления экологией природных ресурсов, в этом месте должна располагаться одна насосная станция. Но в агроферме Трио с такими выводами не согласны. Там считают, они не губят реку, а наоборот помогают ей. Так руководство фирмы ответило ТВК новостям по телефону. Есть мнение, что мы повышаем уровень воды, потому что воду в реке держат грунтовые воды. А мы берём поверхностную воду, выливаем его на пойму реки, тем самым прочищая родники. Если вы обратите на водозаборы внимание, то около них, например, когда мы поставили два года назад, был один родник, а сейчас я их насчитываю 11 родников. Теперь в этом руководство агрофермы будет убеждать прокуратуру. Ведь там уже запросили документы, технические регламенты станции и разрешения. В селе результаты прокурорской проверки ждут с нетерпением, но хотят только одного, чтобы у них снова была полноводная река. Пусть два дня качают, день не качают. Как-то надо, или день качают, два не качают, чтобы всё-таки сохранить вот это. Они круглосуточно. Да, ну нельзя так круглосуточно качать. Наталья Медведева, Олег Голобоков, ТВК Новости.